Была рыба красная, стала недоступная. На территории Мурманского рыбного порта разгорается скандал. Обработчик не отдает продукцию владельцу. Ссылается на неуплату. Те, в свою очередь, утверждают, что фабрика оказала некачественную услугу. Почему форель находится под замком и что ждет ее дальше, разбиралась наша съемочная группа. За невзрачным бараком на территории девятого причала Мурманского рыбного порта скрывается цех по переработке рыбы, холодильник и заодно офис директора Мурманского рыбоперерабатывающего комбината. Некоторое время назад предприятие получило заказ на несколько десятков тонн форели от компании Нордкап Морикультура. Рыбу переработали, но обратно не отдают и даже угрожают реализовать самостоятельно. Происходит следующее, что директор Ярославцев Виктор Семенович непосредственно Мурманского рыбоперерабатывающего комбината удерживает незаконно нашу рыбопродукцию, которую по договору он должен был нам переработать и отгрузить. В заложниках на предприятии находится более 11 тонн продукции на сумму более 4 миллионов рублей. В холодильнике они почти месяц, договора о хранении между компаниями нет, а ведь срок годности в соответствии с маркировкой рыбы 6 месяцев. Представители Нордкап Морикультура уверены, своими действиями директор Мурманского рыбоперерабатывающего комбината наносит компании экономический ущерб и к тому же нарушает ветеринарное законодательство, ведь склад, где лежит рыба, не аттестован. В результате действий Виктора Ярославцева качество рыбы может быть окончательно и бесповоротно потеряно. Сегодня сотрудники Нордкап Морикультура предприняли очередную попытку забрать морепродукты, но безрезультатно. Директора на месте не было, а когда он приехал, гостям оказался совсем не рад, а уж тем более не обрадовался видеосъемке. Нешуточные страсти разгорелись уже в офисе директора. Руководитель Мурманского рыбоперерабатывающего комбината кричал, закрывал видеокамеру и пытался убедить всех, что отдавать рыбу он не обязан. Ему якобы не доплатили. В то же время представители компании Нордкап Морикультура утверждают, что некачественной переработкой сырья им нанесли ущерб, стоимость которого ориентировочно составляет 20 миллионов рублей. Оставшуюся часть рыбы удерживают незаконно. Решить эти вопросы можно было бы без криков и споров в суде. И компания Нордкап Морикультура готова пойти на такой шаг. Но вот рыбопереработчики почему-то никакие извещения и претензии принимать не хотят. Ни по обычной почте, ни по электронной. Сегодня вручить документы руководителю предприятия пытались лично, из рук в руки. Но и эти бумаги брать он не стал. Общего языка найти не удалось. Представителям Нордкап Морикультуры пришлось вызвать полицию и написать заявление о незаконном удержании рыбы. Теперь разбираться в ситуации будут уже правоохранительные органы. Ну а 11 тонн форели по-прежнему остаются в холодильниках на девятом причале. Остается лишь надеяться, что ситуация разрешится быстро, ведь срок годности рыбы не бесконечен, а хранить ее следует в особых условиях.